Чтобы найти останки легендарного Р-5 советского самолета-разведчика, нужно отъехать от Читы совсем недалеко. Правда, на машине не подъедешь пешком по лесным зарослям, нужно пройти около двух километров. Первыми детали боевой машины обнаружили джиперы из клуба «Диверсант». Нашли одного охотника, я, к сожалению, имя, фамилию не помню, и он мог указать место, ориентировочное место, где он его видел. Нашли практически сразу. Квадрат поиска был около пяти километров, охотник сам рассказывал. Была часть фюзеляжа, висела на дереве, которую он видел. То, что это Р-5, Борис Родиков, ветеран военно-воздушных сил, определяет по ряду признаков. Вот у меня в руках, ну, это деталь стойки шасси. Вообще, это очень похож или не очень похож, а, скорее всего, это амортизатор. Причем чисто авиационного направления или назначения. Вот посмотрите, если в профиль, это вот чисто обтекаемая аэродинамическую форму имеет. Деталей много, и все металлические. Деревянный корпус, скорее всего, был разрушен или сгорел почти сразу. То, что самолет был боевой, понятно и по устройству, на котором крепились боеприпасы. Летчики следующих поколений называли его «кассетный бомбодержатель». Отличительные металлические стяжки или расчалки, которых такое количество было только на Р-5. И другие детали. Определить, что это Р-5, и можно в том числе и по колесам, сделанным по велосипедному принципу. За счет этого самолет меньше весил. Р-5 легкий самолет-разведчик имел в своей биографии сотни интересных эпизодов. В 30-х годах забайкальская группа летчиков, галышев, доронин и водопьянов на трех Р-5 спасала челюскинцев, потерпевших крушение в Арктике. Преодолела 6 тысяч километров без навигации. Именно на этой модели впервые испытывали дозаправку топлива в воздухе. Баки нашего самолета тоже еще целы. Всего он брал на борт до 500-600 килограммов топлива. Если говорить о предполагаемых датах, катастрофа произошла предположительно в конце 40-х годов прошлого века. Не позднее 47-го года. Потому что его активная эксплуатация, этого самолета, началась в 1929 году, а закончилась в 1947. Всего в Советском Союзе было выпущено 4233 боевых и гражданских машины типа Р-5. А в Забайкальском лесу запчасти самолета лежат более 70 лет. Дорогу в музей под открытым небом знают немногие.